С самого детства мои родители учили меня делиться. Если у тебя что-то есть, говорили они, поделюсь кусочком этого с другими, а также будь благодарен по мере возможностей своих тем, кто для тебя что-то делает. Хорошие у меня родители, но вспомнил я об этом не из-за них, а потому что буквально на днях ко мне постучался в ВК человек не с вопросом про билды, или когда выходит новое видео, как обычно, а просто с предложением помощи, финансовой или какой другой. Вот этот человек и зовут его Владимир Левин. Скажите ему всемысленно спасибо, ведь он напомнил мне про вопрос, который мне задавали, начиная еще с самого первого видео по Ведьмаку, и на который я дам сегодня ответ. Итак, Владимир Левин, я знаю, ты смотришь это видео, и в знак благодарности я называю тебя героем этого видео. И на протяжении всего этого видео я оставлю тут вот это. А также прошу своих подписчиков зайти к нему на аккаунт и поставить лайк его аватарке. Надеюсь, он не прячется от налогово и мои действия ему не навредят. Итак, невероятный вопрос, актуальность которого поддерживается вот уже полтора года. Как заработать столько денег в Ведьмаке? И сегодня я отвечу на него и расскажу 5 способов, как это сделать. Поехали! Привет, ковбои! Меня зовут Ивой Серебус, и это просто канал об играх. Первый способ, это даже не способ, а скорее целый набор правил, которые помогут вам всегда иметь достаточно денег, не прибегая к багам, гличам и прочим читам. Для начала, собирайте все, что плохо лежит, и убивайте всех, с кого можно чего-нибудь подобрать. Совет банальнейший, но это основа основ. Даже если вы забираете последнее у женщин и детей, даже если жалко, не забывайте. Вы, Ведьмак, который изменит этот мир. Можно обойтись, конечно, без женщин и детей, так как это мелочь. Давайте лучше мародерствовать. Например, в самой начальной локации, в Белом Саду, есть место в виде покинутого поля боя с целой кучей трупов, с которых можно собирать лут и продавать его. Это, кстати, то самое поле из начального ролика с Йеннифер. Я не считал точно, но десяток тысяч крон вам обеспечено. Аналогичные места есть и в других частях карты, например, в Велине. Вот тут есть еще одно поле боя, да и не одно вовсе. Также такого рода обогащению способствует и чрезвычайное стремление к исследованию. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство знаков вопросов на карте это, по сути, места с сокровищами. Лучшие из них на скеллиге в виде контрабанды. Приходишь, убиваешь охрану, если она есть, лутаешь охрану, если он есть, лутаешь тайник, профит. Причем не просто с точки зрения денег, но и с точки зрения опыта, новых вещей, исследовательского удовлетворения и возможности наткнуться на что-то интересное. Например, как я сейчас вижу тюрьму с открытыми в сторону моря стенами. Выглядит захватывающий дух. Также есть еще несколько хитростей для получения максимальной выгоды при продаже вещей. Во-первых, продавайте вещи целевым торговцам. Мечи – мечником, броню – броником, ингредиенты – алхимиком. И не скупитесь во времени походить по ним и продать нужные вещи нужным торговцам. Хотя я не могу сказать, что это прям мастхэв, ведь разница относительно небольшая. Мечи перед продажей можно обмазывать маслом. Это немного повышает их стоимость. Чем лучше масло, тем выше стоимость меча. Но заметьте, это не работает с рунами. И еще. Не тратьте деньги попусту. Покупайте только самое необходимое. Рецепты и карты ведьмачьей брони. Все остальное вы рано или поздно и так найдете. А если не находите, проверьте. Возможно, вы можете это скрафтить уже сейчас. По моим самым скромным подсчетам, больше всего денег уходит на рунные камни, зачарования и крафт гроссмейстерских доспехов. То есть при прохождении дополнения каменные сердца и кровь и вино. Все остальное время деньги вы просто собираете. Еще одна маленькая особенность. Уровень предметов в сундуках сокровищ генерируется под уровень вашего персонажа за вычитанием нескольких уровней. Соответственно, чем выше ваш уровень, тем круче показатели меча и тем выше цена на его продажу. А на этом с честными способами мы закончим. И теперь я расскажу вам о трех реально работающих багах на довольно быстрый заработок денег. Для начала способ основывающийся на регенерации лута в скалопендровских норах. Жуткие твари, ненавижу их. Возможно это работает везде, но я проверял только в одном месте. Нам нужна крепость Тесха Мутны и знак вопроса прямо к северу от крепости. Доходим, выносим скалопендр, собираем весь лут с их норки за исключением одной вещи, которую мы просто оставляем. Какую, не важно, главное чтобы она там была. Сидим 5, а то и 10 полных дней в медитации. И вуаля, норка снова полна. Собираем, продаем, повторяем. Баг не мой, к сожалению. Но автор на одном из видосов говорил, что за час можно заработать чуть ли не 100 тысяч крон. Далее, баг основывающийся на магии сейфлот. У кого совсем туго с переводом, сохранение и загрузки. Нам нужно в Кайр Морхен на сигнальную башенку. И вот к этому скелету. И снова баг не мой. Работает возможно не только тут, но и в других местах с привязанными квестными предметами. Юзаем кости, в них мы видим письмо и реликтовый меч. Забираем меч, письмо оставляем. Творим магию сохранения загрузки и видим, что сундук снова полон. Бесконечное количество дорогих реликтовых мечей для продажи. Я не самый большой фанат, но блин это круто, когда можно просто взять и поднять чуток бабла. И последний баговый способ. Это уже чисто моя тема. Основывается она на воскрешении противника в фортах, в Тусенте. Все просто. Вот наш любимый форт. Он полон бандитов, которых мы вырезаем. Всех. Кроме главаря. То есть нам не засчитывается факт зачистки форта. Лут, конечно же, собираем. Теперь телепортируемся в ночку доктора Мора, который находится за иллюзорной стеной. Возвращаемся обратно и видим, что форт вновь полон людей, полных лута. И так до бесконечности. Если вам не нравится этот форт, на выбор у вас есть еще несколько вариантов. Главное, не валите главного. Думаю, что даже самому привередливому и ленивому игроку из трех вышепредложенных способов один да подойдет. Я бы посоветовал свой третий, так как мне он кажется меньшим багом из всех. Ну и напоследок, последний, пятый способ. Пожалуй, самый простой и самый читерский. Да, именно читерский. Ведь кроме как читом, это назвать нельзя. Открываем консоль. Вводим ADD money. Скобка открывается. Количество крон, которое вы хотите получить, скобка закрывается. Без лишних пробелов. И жмем Enter. Готово. Радуйтесь заработанному баблишку. Для тех, у кого она не открывается, консоль. Необходимо ее консоль включить. Как именно, можете узнать из моих видео по модам. Ссылка есть в описании под видео и плейлист на главной странице канала. А для всех остальных скоро выйдет видео по расширенному использованию консоли. А то довольно много вопросов мне в последнее время задают по ней. А на этом все, ребята. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. Напоминаю, что героем сегодняшнего видео стал Владимир Левин. Который просто так задонатил моему каналу на помощь и развитие. Если ты тоже хочешь помочь и стать героем видео, то номера кошельков есть в описании под видео. Не забудь написать мне в личку в ВК. Также пишите в комментариях, работают ли у вас данные баги. И какие еще способы или хитрости заработка денег в Ведьмаке вы знаете. Думаю, это будет полезно всем. Ну а я пошел пилить новый видос. Увидимся в нем. А на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok